Маркировка Это код, который имеет усиленную криптографическую защиту. Подделать его фактически невозможно. То есть мы с вами как потребители, покупая продукт с нанесенным знаком маркировки «Честный знак», уже однозначно понимаем, что это легальный товар, что он и качество, и безопасность данного товара полностью гарантированы. Уже с 1 июня знак качества станет обязательным для таких товаров, как мороженое и сыры. С 1 сентября под маркировку попадут молочные продукты сроком годности более 40 дней и менее 40 дней после 1 декабря. Освободят от маркировки лишь детское и диетическое лечебное питание. У них в любом случае будет какая-то сумма, которую они платят за сам код маркировки. Я сейчас точно не могу сказать, сколько он будет стоить. 20-50 копеек. На эту сумму единица продукции скорее всего увеличится. Однако другие специалисты уверены, что после маркировки молочная продукция, наоборот, может стать дешевле. Система маркировки как раз должна позволить снизить розничные цены порядка на 10%. И это обусловлено как раз будет тем, что каждый производитель будет видеть, сколько его товара продается. Это как раз ему и позволит оптимизировать бизнес-процессы и сократить свои издержки. В будущем за отсутствие знака качества предприниматели рискуют оплатить штраф до 10 тысяч рублей, а компания до 300. А в некоторых случаях молочная продукция без маркировки вообще может подвести под уголовное дело. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.